Здравствуйте, друзья. Матери и вдовы, освободители жалуются Путину. Не на то, что их мужей и сыновей на войне убили. Нет. На то, что не пришли страховые выплаты. Владимир Владимирович, мы, родственники погибших и раненых, штурм ЗЭД, обращаемся к вам. Отказывают в выплатах. За каким чертом пошли те ребята, которым оставалось по две недели и до месяца? Почему тогда по ребятам от штурм ЗЭД страховым выплатом приходит отказ? Шойгу, Герасимов, где наши белые лады? Не застрахованы они были. Это значит вина Министерства обороны, которая формировала саму этот штурм ЗЭД. И должно было быть по 52-му закону федеральному только в руки оружия. Далее даже на сборы военные уже застрахованы. Почему они не были застрахованы? Владимир Владимирович, объясните, на какие деньги теперь в квартире делать ремонт? Жители Белгорода укрывают свои автомобили досками и одеялами. То ли от обстрелов с украинской стороны, то ли от авиабомб, которые Шойгу на голову сбрасывает. Вот Химки, водитель, который сломал колесо в яме, выставляет покрышку, чтобы другие водители в нее не попали. А вы говорите, что русские не поддерживают друг друга. Город Оренбург. Ростов стоит на Дону, Санкт-Петербург стоит на Неве, а Оренбург стоит на Поддонах. Слоничногорск, Подмосковье. Ребенок провалился в тросине из грязи. Подождите, давайте вызовем спасателей. Вот так вот и Россию потом, после Путина, придется вытаскивать. Только непонятно, кто тянуть будет. Все отвернулись. Город Подольск. Нано-ремонт пятого поколения. Это мы на станции. Новое только вот построили вчера. Асфальт еще теплый даже. Краска еще даже не высохла. Местами виды. Это вентиляция, чтобы дышала платформа, чтобы люди не задыхались от пыли, от грязи. А вот это супер новые технологии, короче. Их еще нет даже, еще не запонитетовали эти технологии. Война – это мир. Свобода – это рабство. А дырки в асфальте, чтобы земля дышала. Газпром в отчетности за 2023 год официально признал газовый бизнес убыточным. На добыче и продаже газа Газпром потерял 291 миллиард рублей за год или 5,6 миллиарда рублей каждую неделю. Не, в мире много, конечно, специалистов по добыче и продаже природного газа. Но продавать его в убыток специалист только один – Путин. Ижевск, Россия. 600 тысяч населения. Такой вот прекрасный манеж у ижевского зенита. Они тут тренируются зимой. Тут же подрастает поколение будущее. Такой вот прекрасный газон. Такие вот ямы. Тут тренируются порядка, ну не знаю, полугода, потому что зима большая в Ижевске. Вот она, элита российского футбола будущая. Справа – это место водителя-машиниста в загнивающей Европе. А слева – это ортопедическое кресло механика-водителя-кассира-бортпроводника в процветающей России. Слава Богу, мы живем в России, а не в Америке. Слава Богу. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину «Гордон Шоп» мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин «Гордон Шоп» – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко «Гордон в шоколаде», и носки, и зефир «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в «Гордон Шоп», покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. И уже отключайте электричество мне. Снимать мы не разрешали, это не то, что это не будет писать, это «Энергазбуд», что у вашей «Энергазбуд»? Прикинь, за 3 тысячи мне отключать электричество долг. Там сегодня 100 рублей будет. Это все законно, если что, можете посмотреть, советовать с юристами. Ну, блин, было бы 20 тысяч, а вы что, шутите, что ли? Надо платить, просто, надо платить. Как они исполняют, да? Ну и смерть. Пенсионерка прожила 50 лет в Эстонии, вернулась в родную гавань, разочаровалась и уехала обратно в Эстонию. Томцу Норков вернулась в Ивангород после полувека жизни в Эстонии, но, по ее словам, ненадолго – посмотреть родные места. Вы знаете, вот здесь не изменилось ничего, кроме вот того, что разрушилось то, что было. Вот эти руины, они меня очень огорчают. Вот я иду с мыслью, что есть же места на свете, которые, ну вот как наша Ивангородская крепость там, которые вообще не меняются. Ну, меня очень огорчили запущенные подъезды, такие замурзанные подъезды. Мне кажется, что люди даже из уважения к себе должны как-то позаботиться. Не знаю, кого тут надо напрягать. Видите, у Орбана напрягать надо, а то вообще расслабился. Специально для обманутого россиянина детский садик, ясли. А вот оно, наше величие. Москва, улица Кеческая. Детский садик рядом. Нормально так сходили детки на дневную прогулку. Привет обманутому россиянину. Находимся в Данию на железнодорожной станции одного из небольших городков. Садик, вот тут есть жилой дом. Сейчас человек пройдет. Вот дедушка гуляет собачками. И за ней стоит диван. Очень странно. Вот дедушка прошел, не взял его почему-то. А как у вас в России с этим? Да у нас в России пока с этим сложно. Виза не выдают в Данию. А то так бы я приехал, забрал бы. Привет, обманутый россиянин. Вот хочу показать тебе местных пенсионеров, которые уже не могут управлять машиной. То их вот на таком автобусе привозят в магазин. Забота о пожилых пенсионерах, которые не могут водить машину. А как там у вас? С пенсионерами обстоят дела. У нас. У нас, если пенсионер крикнет «нет войне» или «Навальный наш президент», за ним через 4 минуты тоже приедет белый автобус. Продолжение следует.